Всем доброго времени суток, на связи Михаил и в данном видео я бы хотел немного поговорить об основных ошибках, которые совершают пользователи как на бесплатном пакете free, так и на любом из платных пакетов VIP в социальном бизнесе Тиколиостро. Начнем с самого элементарного, с персональной страницы пользователя, чтобы перейти в свой профиль, то есть на свою личную страницу персональную в Тиколиостро, достаточно просто нажать на логотип Тиколиостро в левом верхнем углу, нажимаем. Так, попадаем на мою страницу, то есть на мою страницу в Калиостро и что здесь не соблюдают пользователи как на free тарифе, так и на VIP. То есть пользователи на пакетах VIP часто не заполняют бизнес объявления, которые показываются, вот оно находится, бизнес объявления, которое показывается на всех страницах пользователей free, в ленте новостей, на странице входа и регистрации, а также в поиске по людям и в ротациях. То есть когда вас добавляют, если вы на VIP пакете, то в ротации они видят ваше бизнес объявление. Поэтому многие пользователи на любом из VIP пакетов просто-напросто это бизнес объявление не заполняют. То есть они его оставляют пустым и приобретая VIP пакет просто теряют трафик, просто теряют трафик в свой бизнес проект. То есть как редактироваться объявления. Вверху в правом углу есть кнопочка редактировать. Нажимаете сюда. Открывается форма, то есть здесь заполняете заголовок. Геодио таргетинг не обязательно заполнять, то есть это если вы хотите просто по конкретным городам и в какой-то либо стране, чтобы отображалось по пользователям. Но я не рекомендую, потому что если вы сдадите какие-то параметры, например Россия и Москва, то данное объявление видит меньше людей, чем смогло бы увидеть. То есть я оставляю эти поля пустыми, заполняю заголовок, краткое описание, не рекомендую крайне, не рекомендую здесь писать километровые текста какие-то, потому что люди не любят читать, они любят смотреть. Заполняйте только самую основную информацию и все. Больше здесь не нужно никакие символы, какие-то значки вставлять, это все лишнее, она просто мозолит глаза и люди просто не станут дочитывать даже это объявление. Достаточно пару строчек, даже одной строчки достаточно и тогда объявление будет читаемым. После того, как заполните текст объявления, заполняете ссылку на ваш ресурс. Здесь может быть реферальная ссылка, может быть ссылка на какой-то сайт Воронку или может быть ссылка на ваш блог, где размещена статья о данном проекте. После заполнения просто нажимаете на кнопочку «Сохранить». Все, ваше объявление показывается, то есть вот оно, оповещение, объявление рекламируется. То есть это объявление сейчас показывается в ленте новостей, в людях, в поиске по людям, вот здесь. По всем страницам абсолютно у всех пользователей, которые на пакете free, на странице входа и регистрации, а также во всех ротациях, которые вы подвязали в настройках. Идем дальше. А здесь у нас находится лента объявлений. Это блок фотографий, блок видео. И вот здесь вот эти объявления не заполняют, наверное, процентов 75 пользователей социальной сети. А это очень плохо играет на конверсии трафика. То есть все люди, которые у вас в партнерах, партнеры здесь, это друзья, то есть те же самые друзья, как и в ВКонтакте, в Одноклассниках. То есть чем больше людей вы добавляете на свою страницу, тем больше людей читают ваши объявления в ленте вот здесь. То есть каждый человек, каждый пользователь, когда переходит в социальную сеть, авторизуется повторно каждый день или через день или через неделю, он попадает всегда в ленту и сможет увидеть ваши объявления, если вы добавлены у него в партнерах. Поэтому я рекомендую публиковать здесь свои объявления. Как видим, здесь и лайкает, то есть просмотры идут. Можно даже посмотреть, кто. Я лайкал. Нужно нажать на вот эту вот область. Да, вот эти люди пролайкали в мое объявление. Закрываем. То есть как это делается? Вот здесь вот есть такая вкладка «Добавить объявление». Нажимаете сюда. Заголовок. Текст. Здесь можно и не краткий текст написать, можно как бы и в виде статьи. И обязательно прикрепите фотографию, либо несколько фотографий, видеообзор, либо опрос. То есть чтобы объявление выглядело более ярко и бросалось в глаза. И нажимаете «Отправить». То есть вот у вас получается примерно вот такое объявление. То есть это заголовок, вот этот текст и, соответственно, картинка у меня прикреплена. Рекомендую почаще оставлять какие-то объявления на своей стене в профиле. Тем самым вы будете привлекать больше трафика на свои бизнес-проекты. Поехали дальше. Далее «Настройки». Вот эта вот строка – это главные настройки, которые вообще можно совершать в бизнес-сети. То есть переходим в данные. Данные заполняет тоже крайне мало пользователей. То есть здесь можно указать имя, фамилия, отчество, пол, доход в месяц. То есть здесь рекомендую указывать реальные данные. То есть не 100 тысяч рублей, если вы новичок и вообще только начинаете зарабатывать. А столько, сколько вы зарабатываете на самом деле. Потому что если при общении уже с более опытным человеком вы укажете там 100 тысяч рублей, он сразу поймет и вас раскусит просто-напросто, что вы просто нереально не сможете столько зарабатывать на той стадии, где находитесь сейчас. То есть вы только начинаете что-то там изучать, начинаете где-то искать какие-то способы дохода, и уже у вас доход стоит 100 тысяч рублей. Но это просто, друзья, нереально. И не стоит обманывать более опытных людей. Направление бизнеса указывайте то направление, которым вы занимаетесь. То есть если вы занимаетесь сетевым бизнесом, указывайте сетевой бизнес. Если занимаетесь инвестициями, указывайте инвестиции. То есть здесь это все выбирается. Указывайте правдивые данные. Потому что если вы будете заниматься сетевым бизнесом, а укажете там какие-то инвестиционные, инвестиционную компанию, либо там вообще хайп какой-то, То И вас в людях Будут находить Совершенно не под теми данными И вы будете просто вводить людей в заблуждение Сохраняете Идем дальше То есть здесь указываете контакты Многие тоже не указывают Страну, город указывать не обязательно Но можно указать конечно Здесь Пинтерект, инстаграм У кого есть твиттер И линк един социальная сеть Потом ACQ Который кстати неплохо Так довольно пользуется Последнее время основа начинает Мобильный телефон, ватсап, вибер И здесь статус То есть статус Кто вы, чем вы занимаетесь То есть я являюсь Основателем социальной сети Калиустро, поэтому я указал что Рад помочь По всем возникшим вопросам Обращайтесь сюда То есть я указал не ссылку на блок А ссылку на свою страницу ВКонтакте Сохраняем И идем в самые основные настройки Находятся они вот по этой кнопочке И здесь внимание Многие пользователи Которые Приобрели Вип пакет Не указывают Свой электронный адрес Не привязывают То есть если они там Авторизовались через ВК ВКонтакте То есть они просто Забивают И ленятся Привязать этот адрес И когда их ВКонтакте По какой-либо причине Замораживают Либо вообще блокируют Навсегда Они просто теряют свой аккаунт Они теряют свой аккаунт Калиустро И деньги соответственно Оплачены В бизнес сети На Автоматизацию бизнеса То есть я рекомендую Крайне рекомендую Привязывать почту То есть здесь указываете адрес Повторяйте адрес И нажимаете сохранить Вам приходит письмо Со ссылкой на активацию На эту почту Которую вы указали По ней переходите И здесь появляется Вот в таком виде Ваш текущий Привязанный Электронная почта То есть адрес Электронный адрес После этого Дублируете пароль Дважды И нажимаете изменить Тем самым у вас получается Почта И пароль Для авторизации Через e-mail И тогда уже можете Перепривязывать Все остальные аккаунты Соц сетей Вконтакте Гугл плюс И так далее Также многие Вип пользователи Когда активируют Вип пакет Они просто Привязывают Аккаунт Вконтакте И все Они полагают Что этого достаточно Для продвижения Ихнего бизнеса То есть партнеры Повалят кучами И им не стоит Привязывать Ни аккаунт Гугл плюс Ни канал Ютуб Ни фейсбук Ни одноклассники Ни скайп Ни ссылки Даже Свои реферальные То есть Они просто Тупо Привязывают Страницу Вконтакте И полагаются На высокие результаты Друзья Ну это просто Некорректно Это как минимум Непрофессионально И Если у вас Есть страница В одноклассниках И вы думаете Что там Нет трафика Вы ошибаетесь Привяжите Эту страницу Не поленитесь Потратите Пару минут Привяжите И одноклассники И фейсбук И скайп И все Что у вас есть То есть И ютуб И пост Вконтакте Привяжите И группу Вконтакте И получаете Трафик И туда И туда То есть Во всех сетях Которые Вы укажете Здесь Вы будете Получать Подписчиков Либо репосты Вконтакте То есть Привязывайте Все Что здесь Указано Если у вас Нету Даже страницы Например В одноклассниках Создайте Эту страницу На это У вас Идет 5 минут Времени Всего 5 минут Далее Идем То есть Здесь Выбираете Те ротации В которых Вы хотите Отображаться То есть Это касается Всех пользователей И VIP И Free То есть Но Пользователи На пакетах Free Конечно же Обязаны Проходить ротации Для того Чтобы в них Участвовали Но если Вы снимете Галочки Например Ротация Аккаунта Вконтакте То Вы просто Напросто Если даже И пройдете Эту ротацию То вы В ней Не будете Показываться То есть Это Должно Быть Понятно Ну Пожалуй Все С настройками Теперь Непосредственно Пойдем С работы В самих Ротациях Нажимаем Кнопочку Ротация Ну И на примере Запустим Ротацию Друзей Вконтакте Вводим Копчу Данная Копча Нужна Для того Чтобы Обезопасить Ротацию От Автоматизации Другими Программами Сторонних Разработок Программы С программами Мы Очень Так сказать Актуально Боремся И не даем Использовать Их Для нашей Социальной Сети Мы Категорически Против Автоматизации И будем Ее всегда Искоренять То есть Если там В существующих Подобных Сервисах Как Топ Лидер Спаблик Хаб Там Какие то Еще есть Пиарим Бис По моему Не помню Там вообще Абсолютно Не борются С ботами То есть Пожалуйста Пишите Разработчики Программы И Вместо Людей Вас там Будут Добавлять Программы Но Зачем Это нужно Во первых Вашу страницу Вконтакте Либо в другой Социальной Сети Просто Не будут Смотреть Боты Вашу страницу Смотреть Никогда Не будут Поэтому Вы просто Теряете Трафик Вы думаете Что Добавите Кучу друзей Вот Этими Программами Тем самым У вас Больше Партнеров Бается Это не так Абсолютно Это не так Итак Запускаем Вводим Код Открывается Ротация И что Мы делаем Сейчас Показываю Как поступает Большинство Пользователей И поступают Они Абсолютно Неправильно Переходят На Страницу Участника Некоторые Вообще Просто Вот так Вот делают То есть Они Копируют Ссылку Вот так Вот Открывают Здесь В новой Вкладке Вот здесь Нажимает Новая Вкладка Вставляет Ссылку И переходит Достаточно Просто Нажать На ссылку Она Выделяется Автоматом То есть Становится Серым Цветом Нажимаете Наводите На эту ссылку Указателем Мыши Нажимаете Правую Клавишу Мышки И выбираете Пункт Перейти По адресу И все Этого Достаточно Но в разных Браузерах Это Немножко Не так Звучит То есть Где-то Перейти На сайт Открыть Ссылку Здесь Перейти По адресу Я использую Google Chrome В основном В работе С сайтами Итак Переходим На страницу Дмитрия Медведева И Основная Масса Пользователей Которые Пользуются Ротациями Просто Берут Добавляют Его Этого Пользователя И все И закрывают И нажимают Проверить А некоторые Даже не нажимают Проверить И думаю Что ротация Не работает Так Секундочку Я не Перевязал Эту страницу У меня Перевязана Другая страница Поэтому Я сначала Отвяжу Старую И Привяжу Новую Страницу Которую Подвязал Для того Чтобы Записать Данное Видео Отлично Возвращаемся В ротацию Друзей Вконтакте Так И проверяем Дмитрия На подписку Отлично Подгружается Новый Участник А теперь Я покажу Как работать Правильно На странице Надежды Северидовой Снова Переходим На страницу Надежды Вконтакте Для начала Добавляем Данного Человека К себе В друзья И смотрим Стену То есть Что здесь Есть Обязательно Ставим лайк Хотя бы Минимум Один Два Лайка На Каждой Странице Пользователи Когда вы Добавляете Людей Проходя Ротацию Обязательно Обязательно Не обязательно А я рекомендую Оставлять О себе След То есть Вы можете Оставить Комментарий Какой-то Например Я напишу Так Система Действительно Хороша То есть Вы Сделайте Приятно Человеку То есть Вы Помогаете Ему Оставляя Положительный Комментарий К его Бизнесу То есть Люди Которые Будут Просматривать Страницу Данного Человека Они Будут Читать Эти Комментарии Конечно Под его Постом И Более Лояльно Реагировать К Предложению Этого Пользователя То есть Бизнес Предложение Ну Здесь Можно Еще Смайлик Какой-нибудь Поставить Типа Вот Круто Вы Не просто Помогаете Данному Пользователю Но И Оставляете След Свой След На Его Странице То есть Другие Люди Которые Будут Заходить К этому Пользователю Будут Видеть Ваши Комментарии Если Эти Комментарии Очень Грамотно Составлены Они С Большей Вероятностью Зайдут Еще И К вам На Страницу То есть Они Могут Кликнуть По Вашему Имени И Фамилии Аватарки И Перейти Уже К вам То есть Это Понятно Вы Оставили Лайк Вы Оставили Комментарий Спустились Еще Пониже И Можно Еще Поставить Один Лайк И Только После Этого Вы Уже Закрываете Страницу Этого Пользователя И Нажимаете Проверить Давайте Еще Один Пример Рассмотрим На Странице Марии Ковалевой Перейдем На Ее Страницу ВКонтакте Добавляем Друзья Ставим Лайк И Оставляем Комментарии Очень Даже Интересно Напишем И Вот Такие Вот Поставим Скобочки Здесь Не будем Ставить Еще Лайка Поставим Лайк На Аватар Закрываем Мы Оставили Лайки Мария Увидит Что Мы Обратили Внимание На Ее Страницу Про Комментировали Ее Первую Запись И С Большей Вероятностью 90% Мария Зайдет На Страницу Ко Мне То есть Если Вы Будете Это Делать Другой Человек Зайдет На Страницу К вам То есть Это Должно Быть Понятно Не Нужно Просто Жать Добавить Друзья Закрываем И Все И Забиваем На Человека Мы Должны Работать Взаимности То есть Вы Заходите На Страницу Уделяете Какое-то Внимание К Человеку Этот Человек Уделяет Внимание К вам Если Вы Не Уделяете Внимание К людям Ну И Соответственно Люди Также Не Будут Обращать Внимание На Вас И Ваш Бизнес Закрываем Проверяем И Аналогично Поступаем С Другими Пользователями То есть Вы Проходите Остальных Людей Ротацию То есть 17 Человек Осталось Из 20 И Если Вы ВИП Пользователь То есть Если Вы Даже ВИП Пользователь И Сами Проходите Ротацию Не Дожидаясь Того Когда Вас Будут Добавлять Уже Там Когда Очередь Подойдет На Ваше Добавление То есть Пока Вас 229 Человек Других Не Добавил В Контакт Вы Здесь Не Будете Отображаться Так Как Не Подошла Ваша Очередь Что Мы Делаем У Нас Есть Лимиты То есть Вы Проходите Ротацию 20 Человек Получаете За Каждую Пройденную Ротацию 10 Лимитов То есть Если Я Пройду Эту Ротацию Добавлю Оставшиеся 17 Человек У меня Здесь Будет 96 Лимитов Мы Если Мы Вип Пользователи То есть Я Вип Пользователь Вы Вип Пользователи Когда Проходите Ротацию Вы Можете Подняться В топ Не Дожидаясь Пока Вас То есть Другие Добавят Еще 229 Человек Других Вы Просто Нажимаете Подняться В топ За 5 Лимитов И С счетчика Спишется 5 Лимитов Будет 81 Нажимаем Все Теперь Я Вне Очереди Уже Встаю В ротацию И Мне Начинают Добавлять Другие Все Кто Сейчас Будут Загружать Ротацию По Друзьям В В Будут Добавлять Меня Уже Когда У вас Здесь Место В Очереди Будет Примерно 15 Вы Можете Повторно Нажать На Эту Кнопку И Снова 5 Лимитов Спишется Вы Снова Встанете На Первое Место То есть Нулевое Это Значит Первое Место Вы Вне Очереди Стоите То есть Это Понятно Аналогичная Система Работает Во всех Ротациях То есть Вот Это Данная Функция Работает Во всех Ротациях И Только У Ви Пользователей На Пакете Free Данную Функцию Использовать Не Могут Ну Давайте Еще Рассмотрим По Друзьям В Одноклассниках Так Запустили Ротацию Переходим На Страницу Виктора В Одноклассниках Добавляем Друзья Ну Конечно Здесь У Виктора Немножко Некорректно Настроена Страница Вместо Аватарки Стоит Какая-то Картинка МММ То есть Он Занимается Я как Понял Мавроди Ну Ладно Поставим Класс И Вот Здесь Комментарии Сеть Финансовой Замопомощи МММ Таиланд То есть Вот Он Рекламирует Вот Такое Предложение Бизнес Ставим Класс Чтобы Другие Люди Которые У меня Добавлены Друзьях Смогли Увидеть Его Рекламное Предложение То есть Что Это Дает Что Это Нам Дает Во-первых В Одноклассниках Фильтр На Активность Пользователей Работает По Их Активности На Страницах Тех Кого Они Добавляют То есть Если Вы Тупо Будете Добавлять В Одноклассниках Всех Подряд И Вообще Не будете Проявлять Никакой Активности Не Смотреть Фотографии Не Смотреть Заметки Одноклассники Просто Вас Будут Ограничивать Во Времени На Функцию Добавлять То есть Они Скажут Что Вы Пока Не Можете Добавлять Потому Что Вы Не Проявляете Активность А Просто Добавляете Всех Подряд То есть Вот Такая Система В Одноклассниках Но Если Вы Будете Переходить На Делаете Коментарий То И Друзья Видят В Обсуждениях То Что Вы Пишете Но Я Не Знаю Что Это Такое Я Просто Поставлю МММ Не Занимался Никогда Может Быть И К Счастью Просто Класс Поставлю И Человек Уже Будет Приятно То Так Все Что Это Нам Дало Мы Оставили Класс На Заметке Прокомментировали И Поставили Класс На Аватарку И Вот Здесь Вот В Событиях Этот Человек Увидит Что Мы Сделали То Есть Он Увидит Нас И В Гостях Он Увидит Нас И В Оповещениях Потому Что Мы Дали Ему Заявку И Увидит В Событиях Сразу Ж И В Обсуждениях То Мы Везде У него Сразу Будем Засвечены У Этого Человека Одноклассники Для Трафика Практики Трафика Намного Больше Чем В 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 Мои Рекламные Ссылки Которые Здесь Рекламируют После Того Как Мы Пронимулировали Данные Функции То Добавили Человека Поставили Лайк Поставили Лайк На Его Заметку Прокомментировали Его Заметку С Бизнес Объявлением Закрываем Вкладку Этого Человека И уже После Только Нажимаем Кнопку Проверить Подгружается Новый Участник С ним Абсолютно То же самое То же самое Проходим С ним То есть Ставим На аватарку Лайк На заметку Если стоит Можно Прокомментировать Рекомендую И после этого Уже Только Нажимаем Проверить Если Просто Добавлять То Во первых Вы Внимание Снова Не уделяете К человеку И Соответственно Данный Человек С большей Вероятностью На вас Тоже Не обратить Никакого Внимания На вас Просто Не посмотрит Кто Есть Он Просто Примет Вашу Заявку Друзья И забудет Про вас И все Я думаю Это понятно Ну Еще Хотел Поговорить О двух Ротациях Которые Люди Небрежно Вообще Проходят Это Репосты И Ротация Скайп То есть Репосты Человек Заходит В ротацию Пользователь Не важно На ком пакете На фри На вип Пакете Он Заходит Ротацию Проходит Эту Ротацию То есть Но Делает Репосты Как Переходит Уведомление О том Что он Зачислен Ротацию Он Тут же Бежит На Свою Страницу Вконтакте И Начинает Все Эти Посты Убирать Удалять Ну Ребята Но Это Не серьезно И мы Тоже Не Идиоты Как Говорится Со Своей Стороны Мы Проверяем Это Все Мы Это Все Мониторим То есть Это Проверяем И мы Это Проверяет И Сами Пользователи Сами Участники Ротации То есть Они Переходят В ротацию Нажимают Вот Здесь То есть Кто Делал Репосты Выбирает Здесь Посты Вконтакте И Начинает Проверять Кто Там Делал Репост То есть Здесь Если Система Обнаруживает Что Этот Пост Человек Удалил Он И он Просто Наказывает Он Лишает Этого Человека Лимитов И Ротации Опускает Его Сразу Резко Вниз То есть Он Скатывается Вниз И Тем Самым Он Эту Ротацию Проходил Просто Напрасно Он Потерял Время В надежде На то Что Его Пост Будет Репостить Когда Отписался От Других Репостов Которые Совершил В ротации Он Просто Потратил Время Он Потратил Время И Я Не Рекомендую Вообще Пользоваться Этой Ротации Если Вы После Прохождения Будете Удалять Посты Участников На своей Странице Поэтому Люди Которые Участвуют В ротациях Во-первых Проверяют Сами Вот Здесь На Добросовестность Людей Которые Выполнили Задачу Ну И Соответственно Модераторы Социальной Сети Агенты Поддержки Также Проверяют Через Админ Панель Отписки То есть Они Наказывают Вплоть До Блокировки Вашего Аккаунта Если Вы Будете Постоянно Нарушать Поэтому Давайте Уважать Друг Друг Друга И Не Нарушать Пользовательское Соглашение Проходить Ротацию Так Как Положено То есть Если Проходите Ротацию Делайте Репосты Ваш Пост Также Аналогично Другие Пользователи Репостят Если Вы Думаете Что Вас Просто Когда Вы Делаете Репост Какого-то Участника Миксуйте Это С простыми Картинками То есть Зайди В какую-нибудь Группу Например Бизнес Цитаты Сделали Один Репост Участника Ротации Потом Выложили Здесь Картинку Какую-то Бизнес Цитаты Потом Опять Сделали Репост Тем Самым У вас Страница Не будет Как говорится Засирать С одной Рекламой И будет Все нормально Модераторы Вконтакте Вас Не заблокируют Если Вы будете Проходить Ротацию Один раз В сутки То есть 20 Репостов Если Вы Еще Будете Миксовать С другим Контентом Который Не является Рекламой То Абсолютно 100% Это вас Никто Не заблокирует Так По репостам Я думаю Понятно Теперь По скайпу На днях В ютубе Смотрел Видео Обзор Одного Из Участников Социальной Сети Калиостро Которым Вообще Был Полный Абсурд На самом Деле Не буду Афишировать Кто Этот Человек Как Его Зовут Просто Объясню Что Он Предлагал Пользователям Социальной Сети Ребята Говорит Загружаю Ротацию Одного Человека Добавляю Например Вот Ивана Он Добавляет Перейти Добавить Контакты В скайпе Он Добавляет Проверяет Этого Человека Загружается Второй Человек Другой Следующий Он Его Уже Не Добавляет А Нажимает Проверить И Тем Самым Говорит Я Говорит Десять Человек Добавлю И Достаточно Говорит Все И Начнут Добавлять Если Если Говорит Вы Будете Добавлять Двадцать Человек Вам Дадут Бан По Железу В скайпе Но Ребята Нет Это Не Так Сейчас Объясню Бан По Железу Дает Тем Программам Которые Подвязаны К биосу С помощью Кода То есть Серийного Номера В скайпе Нет Никакого Серийного Номера Это Обычная Программа Доступная В доступе Всем Никакого Бана По Железу Там Нет И Быть Не Может Физически И Вообще Никак Никто Вам Там Бам По Железу Не Даст Это Полный Бред И Вообще И Миф Запомните Это Второе Если Вы Добавите Десять Человек В ротации И Остальных Пропустите Скрипт Ротации Проверяет То Что Вы Нажимали Отправить Заявку Друзья Или Нет В самом Скайпе Если Даже Он Настолько Лимитов Настолько Действий Сколько Вы Пропустили То Если Вы Пройдете Даже Ротацию И Добавили Десять Из Двадцати К Вам Добавится Не Десять Человек Как Положено А Пять Или Даже Меньше А Если Вы Будете Постоянно Нарушать То И Вовсе Не Будут Добавляться Поэтому Не Слушайте Советы Людей Которые Вам Рекомендуют Подобную Будете Проходить Ротацию Раз В Сутки То Есть Вы Добавляете Двадцать Участников Положенных В ротации Мы Же Неспроста Их Сделали Именно Двадцать Если Б Скайп Блокировал За Меньшее Количество Контактов То Например За Десять Мы Сделали Десять Конечно Но За Двадцать Они Не Заблокируют Если Вы Будете Проходить Ротацию Не Один Раз То Вы Добавили Двадцать Человек Тут Запустили Новую Ротацию Добавили Снова Двадцать Человек Тогда Да Вас Могут Заблокировать Но Основой Политики Когда Microsoft У Google Выкупили Скайп То Сейчас Скайп Можно Просто Разблокировать Очень Просто Достаточно Указать Мобильный Номер Перейдя Свою Учетную Запись На Веб Версию Скайпа Вас Попросит Вести Номер Телефона Вы Вводите Номер Телефона И Получаете Код В СМС Вводите Этот Код И Ваш Скайп Снова Работать То есть Размораживается Никакого Бана По Железу Здесь Нет И Слушайте Подобный Бред Конечно Ну Все Пожалуй Что Я Хотел Сказать По Основным Настройкам По Работе С Ротациями Теперь По Рассылкам Хотел Бы Немножко Показать Еще Переходим В меню Здесь Выбираем Мои Рассылки Открывается Price List На Платной Рассылки То есть Здесь Люди Как Поступает Опрометчиво Они Здесь Ничего Не Выбирают То есть Это Просто Мы Так Сделали Для Себя Видимо Категории Получателей Потом Статус Какой Они Это Ничего Не Выбирают Просто Вводят Текст Рекламный Километровый Как Обычный Текст Потому Что Люди Любят Читать Текст Но На самом деле Это Не Так Пишите Краткий Текст И Такой Текст Который Может Заинтересовать Внимание Людей То есть Представьте Себя На Месте Того Человека Который Будет Читать Этот Текст Вот Пишите Так Текст Как Бо Этот Перешли По Этой Ссылке И Тогда Будет Успех Вводим Текст Здесь Они Даже Не Ставят Флажок Создавать Диалоги То есть Люди До них Дописаться Уже Не Смогут Если Не Поставят Вот Здесь Обязательно Нужно Поставить Флажок Создать Диалог После Отправки Сообщений То есть Чтобы Люди Смогли К вам Обратиться И Написать Вам В Ответ Сообщение В Диалог Создать Диалог С вами Завязать Диалог То есть Спросить Подробнее Здесь Я рекомендую Выбирать Если Вы На VIP Пакете Выбираем Здесь Все Пользователи Только VIP И Только В сети Статус Только В сети Система Нам Сейчас Подсчитаю Сколько Людей В сети На данный Момент 167 Человек Но Утром Конечно Немного Пользователей Потому что Еще Многие Спят Кто-то На работе Кто-то К праздникам Уже Готовится К новогодним Поэтому Только 167 И Только После Этого Запускайте Рассылку Только После Этого Запускайте Рассылку Люди Будут Получать Ваши Сообщения Только Те Которые Находятся В сети Они Не Будут Другие Люди Получать То есть Зачем Вам Холостую Рекламировать Своё Бизнес Предложение Людям Которые Может Все Не Заходили Уже Месяц Или Полгода Вообще Делайте Это Просто Разумно То есть Я думаю С рассылкой Все Понятно Так Ну Наверное На этом Я Свои Видео Обзор Закончу Если Появятся Какие То Еще Ошибки Которые Совершает Пользователь Обнаружим Точнее Обнаружим Ошибки Которые Совершает Пользователь Как на VIP Пакетах Так И на Free Пакетах Я Обязательно Запишу Новый Обзор И Выгружу Его На Свой Канал Если Данное Видео Было Вам Полезно Ставьте Лайк Всех С Наступающим Новым 2017 Годом И Успехов В Бизнесе Пока Наступающим